Переговоры Большой Двадцатки завершились без консенсуса по вопросу войны России против Украины. По словам министра иностранных дел Индии, Китай и Россия отказались подписывать резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины. Во встрече в Нью-Деле принимают участие 40 делегаций во главе с госсекретарем США Энтони Блинкиным и министром иностранных дел Китая Циньганом, а также главы российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробнее об этом в сюжете наших корреспондентов. Война России против Украины стала одной из главных тем заседания министров иностранных дел Большой Двадцатки в Нью-Деле. Несмотря на призывы премьер-министра Индии Нарендра Моди найти общую позицию по глобальным проблемам, разногласий среди участников в вопросе российско-украинской войны избежать не удалось. Напряженность вокруг Украины доминировала в заявлениях некоторых членов G20. Так, госсекретарь США Энтони Блинкин заявил о том, что встреча мрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины, в то время как европейские делегаты осуждали агрессию и выражали поддержку Украине. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Только если Украина будет успешной на поле боя, она сможет быть успешной за столом переговоров. И здесь на кону гораздо больше, чем просто украинский суверенитет. На карту поставлены универсальные ценности – европейская безопасность. Во время заседания G20 мы призвали министра иностранных дел России к немедленному выводу российских войск из Украины. Мы также заявили, что эта война имеет глобальные последствия – экономические и социальные. Во время своего первого визита в Индию на посту премьер-министра Италии Джорджа Мелони обсудила поддержку Украины с премьер-министром Индии. Премьер-министр Моди хорошо знает позицию Италии, которая оказывает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И мы оба разделяем надежду, что Индия, как президент G20, может сыграть центральную роль в содействии переговорам по прекращению огня и справедливому миру. По информации ряда зарубежных изданий, госсекретарь США Энтони Блинкин и глава российского МИДа Сергей Лавров поговорили в кулуарах саммита G20 впервые с начала войны в Украине. Ранее в Госдепартаменте США такую встречу называли «невозможной». Переговоры длились около 10 минут. В разговоре Блинкин призвал Россию освободить задержанного американца Пола Уиллана, возобновить участие в главном ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях и подчеркнул, что США поддерживают Украину. Из публикации CNN. По словам министра иностранных дел Индии, вопрос России против Украины вызывал разногласия. В частности, Китай и Россия отказались подписывать резолюцию, осуждающую российскую агрессию. После сегодняшних обсуждений G20 пришла к консенсусу по многим важным темам. Но были вопросы, которые очень откровенно касались войны в Украине, по которым были разногласия, и мы не смогли примирить стороны и их позиции. В совместном коммунике по итогам встречи, которые не подписали Россия и Китай, говорится, что война в Украине продолжает негативно влиять на мировую экономику, а подавляющее большинство стран мира поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию. В то же время министры достигли договоренностей по большинству вопросов, которые касаются проблем менее развитых стран, в частности, продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата и борьба с терроризмом. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. И эту тему более подробно обсудим с главой Центра политических исследований «Доктрина». Ярослав Башко с нами на связи. Ярослав, здравствуйте, рады приветствовать. Добрый вечер, здравствуйте. Ну что ж, говорим о саммите G20. Говорим о Украине, которая на повестке дня для всего мира. И война России против Украины – это ключевая тема данной встречи. Какие основные и самые важные, мощные месседжи можно ждать, я не знаю, результаты, возможно, такие даст? Либо же это все является таким себе декларативным событием, аналогичным резолюциям. То есть в очередной раз показывать единение мира вокруг Украины для противодействия российской агрессии. Здесь все-таки стоит провести разницу между двумя форматами, которые существуют. Между G7 и G20. Если G7 объединяет в первую очередь страны первого мира, то есть самые богатые, самые технологически развитые, те страны, которые в мировой истории, скажем так, сыграли самую решающую и важную роль, то вот этот вот формат G20 – это формат диалога этих стран с самыми сильными странами, которые развиваются. То есть такими, как Индия, Китай, Индонезия. То есть с тем, что очень часто называется глобальным югом, глобальной периферией. И, конечно, эти страны более осторожны в любых тезисах касаемо поддержки Украины. Однако нам здесь важно отмаркировать следующее. Нам не стоит ждать от глобального юга такой же активной вовлеченности в процесс, к примеру, поставок украинного вооружения. Однако нам было бы хорошо, если бы все эти страны еще раз подтвердили эту приверженность принципу, например, сохранения территориальной целостности Украины международно признанных границ. Просто как сам принцип нерушимости международно признанных границ, что является, безусловно, важным не только в Украине, не только для стран Европы в целом, но и для всего мира. Потому что нерушимость международно признанных границ – это, в принципе, одна из гарантий стабильности, гарантий того, что новые войны за пересмотр границ будут не так легко начать, как таковые. Это не будет носить какой-то более осмысленной роли. Нам здесь стоит подчеркнуть тот важный факт. Между странами глобального центра и глобальной периферии сейчас находится определенный конфликт. Россия пытается влиять на них дешевыми поставками сырья, пытается имитировать из себя некую такую страну, которая ведет тоже антиколониальную борьбу якобы против США, против Запада. Однако даже это не заставляет страны глобального юга, находящиеся часто в конфликте с Западом, вовлекаться в какую-то активную помощь России. И, как правило, скажем так, какой-то обмен между ними... Ярослав Башко. Сейчас настроим связь с Ярославом Башко. Кстати, вот говорим о продолжении данной темы, которую мы с Питером Диккинсоном тоже обсуждали. Это и мягкая сила, и дипломатическая работа. И вот сами G20, в свою очередь, тоже являются таким, который говорит и показывает то, что глобальный мир, цивилизованный мир с Украиной, и он поддерживает. Кстати, Ярослав уже с нами на прямой связи. Ярослав, в продолжении вашей темы я бы хотел еще доакцентировать. Уже вспоминал сегодня с Натальей в эфире. Мы сейчас переподключим Ярослава. А я пока скажу, что Маргарита Симоньян, она... Что я слушаю даже в свой третий раз. Мне в силу нашей редакционной работы над программой «Давайте проверим», когда мы все фейки эти фиксируем, я вынужден смотреть этот бред. И мне очень затронуло вопрос, который ей задали, а почему у России так мало союзников, ее спросили. Она говорит, немало. Но ведь три страны, Белоруссия и Иран. И Россия, все. Ярослав, вот как раз Наталья... Да, Наталья рассказывала интервью госпожи Симоньян, которое она давала журналистам. Ее спросили, почему России так мало союзников? Почему Россию никто не поддерживает? Только Белоруссия и Иран. На что Симоньян сказала, это неправда. А Украину поддерживают более 50 стран. Она говорит, что это не так важно. Это правда не так важно, если об этом говорит чуть ли не главная пропагандистка Российской Федерации. Нет, почему это важно? Важно, знаете что? То, что даже те страны, которые находятся в очевидном конфликте с Западом, например, в орбите влияния Китая, они все равно не так активны, чтобы вмешиваться как-то серьезно в поддержку России с какими-либо рисками для себя. Белоруссия и Иран, мы понимаем, они глубоко внешне политически изолированы. Для них, в принципе, любой конфликт с Западом – это возможность, а, показать свою субъектность, и, б, хоть как-то выйти потом на переговоры с Западом по деэскалации относительно этих стран, сохраняющие возможность сохранения там этих недемократических политических режимов. Что-то подобное мы можем сказать и в отношении, кстати, из Северной Кореи, но мы видим, что Россию, Индия, Китай, другие крупные страны, очень важные технологические сырьевые, поддерживают только там, где им это экономически выгодно. То есть они готовы покупать дешевое российское сырье, которое они могут сейчас покупать на Западе, и не более. То есть мы видим какие-то, пускай дипломатические иногда кивки, но, тем не менее, эти страны объективно не делают чего-либо, что могло бы позволить России переломить ход ситуации. Они только дают себе возможность на этой ситуации заработать, и не более. И также рассматриваем пристально все важные заявления, присутствующие на саммите G20, потому что на саммите Большой Двадцатки госсекретарь США Энтони Блинкин призвал главу российского МИДа прекратить войну против Украины, и он заявил, что территориальные претензии к независимому государству неприемлемы, и уверил, что США и далее будут последовательно поддерживать позицию Украины. Давайте услышим. Я сказал министру иностранных дел Лаврову то, что я и многие другие говорили на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций, и что многие министры G20 сказали сегодня прекратить эту агрессивную войну, заняться осмысленной дипломатией, которая может установить справедливый и прочный мир. Президент Зеленский выдвинул план из десяти пунктов для справедливого и прочного мира. Соединенные Штаты готовы поддержать Украину дипломатическим путем, чтобы положить конец войне на этой основе. Президент Путин не продемонстрировал никакого интереса к взаимодействию, заявив, что не о чем даже говорить, пока Украина не примет, и я цитирую, новую территориальную реальность, при этом удвоив свою жестокость по отношению к Украине. Независимо от того, что делает Россия, мы показали здесь, в Дели, что мы будем делать. Добиваться результатов в решении проблем, которые больше всего затрагивают жизнь наших людей. Ярослав, вот мы пока слушали с Натальей Блинкина, задавались вопросом, мы уже столько раз слышали призывы, это правильно, это дипломатический посыл, и так делают цивилизованные люди. Но когда речь идет о том, что на территорию Украины напала нецивилизованная страна, что дают подобного рода призывы? Ну, во-первых, мы должны понимать, кто такой господин Блинкин. Господин Блинкин – это самый высокопоставленный американский дипломат. То есть он делает то, что свойственно дипломатам. Он коммуницирует, озвучивает текущую позицию Соединенных Штатов, которая, как мы видим, в целом со временем не меняется. То есть поставляют США одни номенклатуры вооружения или другие, так или иначе общая дипломатическая линия не меняется. Она базируется на признании Украины как суверенной страны со своими всеми вытекающими отсюда положениями, связанными с территориальной целостностью, демократическими свободами и так далее. То есть США еще раз подтверждают, что никакие российские действия, которые прошли за это время, они существенно не изменили американскую позицию, что никакой там новый статус-кво, который россияне постоянно пытаются внести в международную политику, сказать, вот смотрите, то, что мы захватили, оно, дескать, теперь будет как-то там легитимизироваться в рамках международного права и так далее. США постоянно дают понять. Нет, это никак не будет легитимизироваться, наша оппозиция остается неизменной. И, конечно же, это не единственное, что делает США, но это один из тех немногих инструментов, которые реально позволены дипломатии в условиях войны. Потому что помимо этого еще есть другие инструменты в Соединенных Штатах. Есть ЦРУ, есть Министерство обороны, есть военно-промышленный комплекс, который уже делает другие заявления и действия, опять же, согласно тому, что им назначено делать. Что еще тоже интересно наблюдать, что в этот раз Блинкин тоже отказался от встречи тет-а-тет кулуарно или даже, мы не говорим даже о каких-то там брифингах или даже пожатиях рук для фотографий с главой МИДа Российской Федерации Лавровым. А этот дипломатический жест о чем говорит? Во-первых, это что-то подобное тому, что перед войной полномасштабной в Украине, точнее, российские должностные лица отказывались от переговоров с Зеленским, с нашей властью, потому что они якобы уже рассматривали их как недостаточно субъектных. И вот в какой-то мере это вернулось к россиянам. Сейчас США не считают, что имеет смысл говорить с Россией как с недостаточно субъектным образованием. Им намного было бы, возможно, интереснее говорить с Китаем, но мы сейчас видим, что Китай сам не готов к такому диалогу. А общаться с Россией, которая и так уже находится в международной изоляции, для Соединенных Штатов не имеет никакого смысла. Для того, чтобы Соединенные Штаты захотели серьезно обсуждать с Россией что-либо, Россия должна изменить свою политику. И это связано не только с ситуацией в Украине, не только с выводом войск с оккупированных территорий Украины, но и с изменением ситуации с демократией в России, приостановкой политических репрессий в России, изменением вообще общего курса, куда движется Российская Федерация, к так называемому проекту СССР 2.0. Пока это не будет изменено, вот эта логика будет сохраняться. Если Россия думает, что она является частью Холодной войны, то значит с ней так и будут дальше поступать, как с одной из сторон новой Холодной войны. Значит контакты будут сведены к минимуму. Тут в продолжение темы о полезности таких встреч глобальных, как Большая Двадцатка и таких подобных саммитов. Ну и конечно же после. Важно ли, чтобы было в заключении подписание каких-то договоров или же резолюций? Или можно просто встретились, поговорили как обычно и ушли? Потому что и для кого это больше важно? Для самого саммита, для большой встречи или именно для принимающей стороны? Потому что министр иностранных дел Индии вчера говорили о том, что далее будет убеждать Китай и Россию подписать резолюцию, где идет речь, чтобы вывели российские войска из территории Украины и Российской Федерации. Но не получилось сегодня. И что, если не подпишут, что это означает и возможно вообще там перефразируют и что это означает в особенности для нашей страны, для Украины? Скажем так, встреча в формате J7 или J20, она может всего лишь отмаркировать, какой реально консенсус в мире среди самых больших, вот этих самых важных государств существует. Если этого консенсуса не существует в целом, то, конечно, тогда никакой документ невозможно подписать. Даже декларативный. Потому что даже декларативный документ от такого уровня лидеров государств, он всегда имеет непременные последствия. Он всегда трактуется как важный сигнал. Если, к примеру, даже в декларативном документе будет записано, что все участники саммита признают территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины, поверьте, это уже много. Это важно. Несмотря на то, что, возможно, не все из этих участников готовы поддерживать Украину военным путем, тем не менее Россия тогда получает очень четкий сигнал. Изменить мировой статус-кво касаемо международного права, касающегося границ, силовым путем невозможно. Никак. Какого бы масштаба это ни была война, никто с вами не пойдет на разрядку, если вы нарушили настолько основополагающий принцип. Это в данном разрезе важно на самом деле для всех. Но особенная важность действительно для хозяев саммита. Потому что хозяин саммита, в данном случае Индия, он имеет определенную возможность показать себя как такого универсального, более прагматичного, более дипломатически такого мастерского посредника. Такую роль пытаются для себя избрать, возможно, в каких-то элементах Турции. Возможно, Индия тоже пробует себя в этой роли, потому что они слишком много говорят о своей нейтральной позиции. Однако, так или иначе, у них нету сейчас тех рычагов влияния, к примеру, на Россию, которые имеет Китай. Хорошо, если говорить в целом, вот опять же, на завершение темы, ну мы уже, правда, далеко отошли от международных платформ, но все же, союзники Российской Федерации, так называемые союзники. Вот вы заговорили о Китае, но это, опять же, я не берусь говорить, назвать их союзниками, потому что Китай... Попутчик, да. Или же такой рукопожатный партнер, я бы так сказал, который, насколько мне так по действиям, кажется, хочет быть похожим на Раджепта и Пардогана, который остается поддерживать Украину и остается рукопожатным с Путиным, но не спешат осуждать Российскую Федерацию за те действия. Что с Китаем может быть? Какая судьба ждет Китай? И судьба, имея в виду непосредственно дипломатическая, экономическая, потому что Китай не хочет терять европейский рынок, понимая, что если Китай публично поддержит Российскую Федерацию, Европейский Союз ведет санкции, которые очень невыгодны Китаю. Возможно, вот прилет Лукашенко в Китай тоже является каким-то таким сигналом, что все-таки Китай рукопожатный и союзником официальным Российской Федерации. Как вам это видится? На самом деле визит Лукашенко в Китай больше нужен Лукашенко, чем Китаю, потому что это демонстрирует в первую очередь Лукашенко, как еще человека не до конца политически изолированного. С Китаем готовы говорить многие. И США, и Европейские союзы, Германия, и Британия. Вот с Лукашенко не готов говорить практически никто. И для него этот визит в Китай – это возможность хоть немножечко оторваться от вот этой абсолютной позиции российской марионетки. Насколько это хотя бы будет возможно. Для Китая, к сожалению или к счастью, любые события, которые сейчас происходят между Россией и Украиной, война, сопровождающиеся все обстрелы, инфраструктуры, они являются только определенным вторичным конфликтом по отношению к первичному конфликту, который Китай для себя ставит на первое место. Это конфликт Китая с Соединенными Штатами за контроль над Тайванем, за, очевидно, контроль над торговыми путями в Южно-Китайском море и вообще в какой-то мере за вот это вот глобальное лидерство. То есть они будут делать любые шаги, исключительно исходя из того, как это будет встраиваться дальше в стратегии конфронтации с США. Как мы сейчас видим, Китаю нужно еще дополнительное время для того, чтобы быть готовым к реальной конфронтации со Штатами. А значит, до этого времени они, а, не могут пойти на жесткое ухудшение отношений со США, которое тут же вызовет на себя санкции, ухудшение торгового баланса, падение дополнительной китайской экономики и так далее. И во-вторых, они не могут также и оставить просто так Россию. То есть они не могут дать России не выиграть, не проиграть. Потому что в случае, не дай бог, хоть какого-то выигрыша России начинается тогда второй этап уже этого глобального конфликта в Азии. Потому что тогда будет возможность переформатировать внимание Запада на Китай как главную антидемократическую силу в мире. И опять же, если Россия, к примеру, проигрывает этот конфликт, то мы понимаем, что в определенной мере Запад выводит Россию тогда из игры. Россия не будет активным участником геополитических событий, не сможет помогать активно Китаю в любой борьбе с Соединенными Штатами, не сможет, возможно, даже поставлять самые банальные военные технологии, которые еще из России в Китай до определенного времени поставлялись. Ярослав, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню, Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина», был на прямой связи с нашей студией.